Достаточно интересная по своей архитектуре, в плане вологодской архитектуры. И самое главное, что оно до сих пор сохранилось. Власть сохранялась. В больших помещениях из красного кирпича с высокими потолками и арками можно было бы сделать, например, элитное жилье Лофт, место, подходящее на берегу реки. Или, размышляют градозащитники, можно было бы возить сюда туристов целыми автобусами, по аналогии с популярными французскими винными фермами. Читать лекции по истории, показывать производство пенного напитка по уникальной технологии. История располагает здание бывший пивной завод первушинных постройки второй половины 19 века. На начало 20 века, насколько я помню, около 85 тысяч ведер пива они производили. То есть крупнейший пивоварен, зовут два раза обгонял другие производства. То есть это крупная фирма, лицо города. И само строение – редкий образец промышленного здания того времени, выполненного в камне. Сегодня же помещение напоминает хрупкие декорации для фильма. Остался один фасад, поддерживаемый деревянными подпорками. Методично очищать территорию начали в прошлом году, утверждают градозащитники. А недавно в сети появилось объявление о продаже кирпичей 19 века с клеймами и без. Иначе как с носом процесс активисты не называют. Причем незаконным, даже несмотря на то, что здание еще не признано памятником. Так называемые объекты, обладающие признаками объекта культуры наследия. То есть они также охраняются государством, с носом их также не допускается. Но вот пока по техническим причинам, назовем это так, не проведена была историка культурной экспертизы. И они пока находились в охранном статусе, но не имея статуса памятника. В администрации города от комментариев воздержались, дескать, все полномочия и вся ответственность у правительства области. То есть разрешение на работу должен был выдать департамент культуры. А из неофициальных источников выяснилось, что соответствующий отдел, при этом органе исполнительной власти региона, был реорганизован и все работники уволены. Опять же, по неофициальной информации, которую получили градозащитники, проект реконструкции этого объекта рассматривался. Что касается данных официальных, то бумаги, подтверждающие законы, спроводимых на месте бывшего завода работ, строители нашей съемочной группе показать сегодня отказались. Как нам было сказано, документы с разрешением, скорее всего, департамента культуры лежат в одном из строительных вагончиков. Но полномочий у этого специалиста показать их нам нет. Градозащитники вызвали полицию, но и сотрудникам ППС бумаги сразу увидеть не удалось. Ключа на руках у строителей не было. Пока мы ждали хранителя доступа в злополучный вагончик, с проверкой приехали представители Вологда реставрации. Они подтвердили, все-таки проект имеется. И он предполагает демонтаж части здания. Перекрытия практически держались непонятно на чем. То есть в любой момент могло быть обрушение произойти. Поэтому нужно было снести большую часть здания, чтобы обрушение дальше пошло. Давайте так разбираться. У нас то, что сносить начали, это части отношения к исторической части здания они не имели. Историческая часть, по сути, фасад, который, по идее, должен остаться. А все остальное предполагается восстановить в соответствии с изначальным обликом здания. Вот только не рухнет ли фасад без существенной опоры до этого самого восстановления – вопрос, на который градозащитники сегодня так и не получили ответа. Дарья Анфиногенова, Василий Попурин. Новости Вологды.